Как я понимаю, у нас сегодня все происходит совершенно неформально. Можно говорить все, что угодно. Ну, конечно, не все, что угодно, но тем не менее, неформально, друг. Нет, но в пределах цензурных норм. Ограничений. Надо объявлять, что сегодняшний разговор это до или после 16-ти еще положено. Как пишут теперь, плюс там, сколько там, 16-18. Итак, ну давайте, наверное, так я скажу несколько слов вступительных. Потом, наверное, несколько слов скажет соучастница этого дела, Галина Зеленина. Так, и, собственно, желающие могут, собственно, высказываться, задавать вопросы, не знаю, вносить предложения, жалобы, петиции, челобитные, в общем, к тому, что угодно. У нас, как я понимаю, сегодня полная демократия в пределах этого подвала. Что там происходит наверху, этого я не знаю, да и сегодня это не слишком интересно. Итак, ну, два слова о том, откуда эта книга выросла. Ну, глобально то, чем мы занимаемся в Центре истории и социологии Второй мировой войны, Высшей школы экономики, мы изучаем историю Второй мировой войны на территории Советского Союза. И мы, собственно, изучаем не историю военных действий, мы их рассматриваем как часть советской истории, истории советского общества. С нашей точки зрения, традиционно, как рассматривается история войны, да, вот был такой поганый Сталинский СССР со всеми этими вещами, да, начинается война, вдруг все меняется. Все меняется, вдруг появляется какое-то единство, все дружно встали, и, значит, вот все происходит так, как, собственно говоря, мы в свое время читали в школьных учебниках советского времени и так далее. Ну, так не бывает, мы понимаем, да, и за постсоветский период особенно появилось, ну, невероятное количество публикаций по истории войны, некоторые чрезвычайно любопытные в массе своей, чрезвычайно спекулятивные, причем я не говорю направленности, с точки зрения научных, чрезвычайно спекулятивные. И мы пытаемся как-то понять, как советские, или как выражалось иммигрантское печать, подсоветские люди, да, собственно, встретили войну, как они в время войны жили, как они все это воспринимали и так далее и тому подобное. В том числе среди интересов это, конечно, история коллаборационизма, который был бесспорно общевропейским явлением, ну, и само слово французское, да, принадлежит авторству, как все, наверное, знают маршалу Петену, герою Первой мировой войны, который на встрече с Гитлером сказал, что он нас сотрудничает, да, сотрудничает и так далее. И вот активно сотрудничали европейцы и активно сотрудничали советские люди, оказавшиеся в тех или иных условиях. В подавляющем своем большинстве это был, так сказать, я бы сказал, коллаборационизм по случаю, да. Ну, вот люди оказались на оккупированной территории, работал человек сантехником, он продолжает работать сантехником, но власть-то уже немецкая, значит, он получается технический коллаборационист, да. Ну, возьмем немножко выше, но заведовал человек с зоопарком, например. Ну, пришли немцы, он продолжает заведовать с зоопарком, он как-то пытается кормить зверей, или как бы не допустить, чтобы их съели, да. Оказывается, что он коллаборационист, и более чем занимал руководящий пост. Это конкретный случай, это ростовский зоопарк. Когда Ростов был освобожден, он и не думал никуда уезжать, ну, что я же занимался зверями, причем тут, да, и так далее. И самый известный, смотрите, коллаборационист по случаю, это генерал Гласов. Ну, не окажись он в плену, я не вижу никаких признаков того, что до этого были какие-то идеи бороться с советской властью. Идеи возникли исключительно в плену по обстоятельствам. Ну, думаю, что не все с этим согласятся, но вот мне кажется, что это так. Но была значительная категория сельских людей, очень значительная, которая ждала войны как освобождение. Им совершенно не важно было, будут ли это немцы, англичане, там, я не знаю, японцы, марсиане, кто угодно. Лишь бы не стало большевиками. И когда началась война, они воспринимали начавшую войну как возможность освобождения. Для них, в каком-то смысле, и я тут сошлюсь даже не на коллаборациониста, а на Михаила Пришвина, который, замечательный дневник, который ждет своего осмысления, да, он говорит, как будто бы не было этих двадцати, там, четырех лет советской власти, вот все заново. Все заново. Они так, ну, как некое продолжение гражданской войны, были же, так сказать, иностранцы. Ну, и сейчас иностранцы. Вот мы как-то этим можем воспользоваться. Вот, собственно говоря, попытка анализа этого феномена идейного коллаборационизма, предпринята в книге, вот в этой вступительной статье довольно объемистой. Пользуясь случаем, я хочу сказать и поблагодарить Татьяну Львовну Воронину, сотрудницу нашего центра, которая здесь вот на жердочке, значит, присутствует. Это ее ручками, так сказать, были набранные эти тексты и выверены, вычитаны и так далее, и тому подобное. А также так были проведены некоторые уточнения по ряду комментариев. Калина Светлояровна, это соавтор вступительной статьи и комментариев, как я уже сказал, в буквальном смысле слова расследователь, которая вот провела всякие такие вот изыскания на сайтах разных занятных организаций, много чего оттуда выудило. Это действительно интересный момент, потому что некоторые люди, которые писали совершенно четкие антибольшевистские тексты, до войны, никакими коллаборационистами не стали. Абсолютно. И даже им мысль такая в голову не приходила. А в некоторых местностях, там Орловской, скажем, области, до 80% оккупационной администрации были бывшие советские ответственные работники. И партийные, там такой миф о том, что якобы немцы там уничтожали всех коммунистов, это все это ерунда. И коммунисты регистрировались, и некоторые из них, немалое число, продолжали там работать на таких или иных должностях. Так что это действительно, вот война, это поразительный эксперимент над советским обществом. Что будет, когда вот... Это вот феномен, который требует изучения. Вообще в общественных науках очень мало устойчивых понятий, у которых есть одно значение. А коллаборационизм как раз такое. Вот здесь не надо умножать сущности. Вот история имеет три значения и массу смысла в слове «история». Коллаборационизм – это действительно явление Второй мировой войны. Действительно его ввел маршал Петтен, там, где был государственный коллаборационизм. Ну, в Норвегии еще, наверное, был государственный коллаборационизм, больше нигде. Из некоторых государственных, дамсин. Да, дамсин – это вовремя государственных. Вот, нет, ну, то есть там был, как бы, вот этот, можно сказать, высший тип коллаборационизма. И для того, чтобы говорить о коллаборационизме, нужно, по-моему, две вещи. Нужен враг, то есть вот коллаборационист действует примирительно по отношению к врагу и нужна оккупация, конечно. То есть без оккупации, если нет сознания оккупации, то этого коллаборационизма и нет. Это может быть идейный протест, это может быть неприятие власти, борьба с ней, все что угодно, но это не то явление, о котором вот эта книга. А теперь по поводу книги я хотела бы сказать. Можно ее по руке взять? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, может быть, первая или одна из первых книг центром по истории Второй мировой войны, первая, первая, которую представляют наши коллеги. И они очень хорошо начали и мощно начали. У них сейчас уже есть и вторая книга. И эта книга – это ведь вот действительно публикация двух материалов. Очень интересных и очень разных. И, собственно, что, в чем заслуга авторов, я считаю? Во-первых, в том, что они их нашли. Во-вторых, в том, что они их увидели. Потому что найти материал в архиве или в каком-то старом сборнике, но не увидеть, как он будет работать, вот что именно его надо опубликовать. Это всегда заслуга историка и такого автора с хорошей интуицией. Вот мне кажется, что здесь замечательная интуиция именно в этом решении проявилась. А дальше что с этими материалами, собственно, делать? Их, во-первых, там надо атрибутировать, их надо критиковать. Надо показать, в какой мере мы можем доверять, собственно, этим свидетельствам. Они изданы после войны, и они изданы в Америке, в которой очень нехорошо относились к пособникам Гитлера и нацистской власти. То есть тут есть явно что-то, авторы об этом, то есть составители книги об этом пишут, что тут могут быть купюры, тут могут быть позднейшие вставки, тут может быть масса всего, что, собственно, искажает лицо этих авторов. Авторы разные, кстати, совсем, да? Они не похожи друг на друга нисколько. И поэтому мы можем их читать в чем-то и по-другому, да, мне кажется. Ну, первое, что вот здесь точно есть, что никакими позднейшими затирками и записками не изменишь, это военный быт. Да, вот особенно в первом материале, где видно, что люди в Пушкино живут фактически как в блокадном Ленинграде. Они просто, они никому не нужны, они немцам там совершенно не нужны, их просто не кормят никак. И они так же точно пухнут с голоду и, может быть, выживают только потому, что в них силен дух. Вот этот коллаборационистский или на самом деле антисоветский дух. Потому что они действительно достаточно быстро, ну, во всяком случае, судя по этим текстам, понимают, что немцы ничем не хуже. Но, тем не менее, вот они выживают и они оказываются вместе с немцами в итоге, потому что не сразу совсем им так вот удалось прийти к немцам. Второй материал очень поздно написан, там, в 54-м году, наверное, про школу советскую. Да, да, да. То есть совсем по воспоминаниям. 20 лет спустя, фактически. Или почти 20 лет спустя. Но очень интересный, в том числе и многими такими позитивными, неожиданными для меня оценками советской школы. Отношения между учителями. Отношения между учениками и учителями. Такое подвижничество, которое там явно было. И второй материал, мне кажется, более такой предсказуемый или банальный. Это описание уже, собственно, устами или рукой колаборанта опыта его службы нацистам, фашистам, не знаю, как сказать. Уже адаптированной, да? Конечно, конечно. То есть, ну тут вообще просто, на самом деле, это вот тот случай, когда документ сам по себе не говорит ничего. Только концепция историка, который с ним работает, может его так или иначе, и десятью разными способами представить. Вот для меня, например, было интересно, но опять же полного доверия у меня к этому нет, что Самарин, да, Соколов, видел вокруг себя, как он пишет, 20 лет спустя, ну почти только исключительно или в основном противников советского власти. Может быть, так было в Орле, может быть, так не было в Орле, может быть, так было во многих других местах. Вот я никогда не брала интервью, как Галина Святая Святая Яровна, но люди, среди которых Ярослава, которые все как раз этого поколения, и которые учились в Московском университете, в том числе Михаил Гефтер, кстати, они все были очень просоветски настроены. Они пошли все записались в армию, просто в первые дни после объявления войны, и девочки, и мальчики, и все. То есть это была какая-то совсем другая общность людей, хотя вот он тоже находился среди там университетских людей, школьных людей и так далее. И совершенно вот здесь говорил коллега, что он там думает, что таких было там 25%, 30%, 40% этих внутренних коллаборантов. Но мы никогда не узнаем, сколько их было. Совершенно точно при той самоцензуре, цензуре и вообще при той жизни, которую эти люди прожили, мы можем только предполагать, что люди с дореволюционным прошлым на эту дикую власть, конечно, смотрели в достаточном умерзении. И наоборот, люди, которые выросли уже в советской школе. Ну, я не знаю, в большинстве, не в большинстве, это трудно сказать. Вот, собственно, победа в этой войне и жертвы, которые были принесены, на мой взгляд, скорее свидетельствуют все-таки о преданности той власти, которая вот так была недобра к своим согражданам. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел вставить некоторые реплики, во-первых, о терминах совершенно согласен с Ириной Максимовной, но, разумеется, коллаборационизм имеет совершенно четкие исторические технологические рамки. Если мы говорим о людях, не принимавших советскую власть, то есть более точные, необязательно активно борющиеся с этой властью, но не принимающие. Внутренние иммигранты. Внутренние иммигранты, в родившиеся по случаю, кстати говоря, по поводу письма, употребленного Корнеем Чековским в письме, там, публикованном без его ведома Алексеем Толстым в начале 20-х годов, этот термин, потом подхваченный правдой, он был принят самими этими людьми. Вот Галина Светлояровна обнаружила, по-моему, в тех же гранях, да, статью Осипова Николая, на самом деле Поляков, муж этой самой, значит, Осиповой, так называется внутренняя иммиграция, где описано это явление изнутри. И таких внутренних иммигрантов было немало, когда мы читаем эти дневники ныне, ну не то, чтобы они очень многочисленные, но не репрезентативные, да, они нам показывают это вот, явление, этот слой. Это не означает, что внутренние иммигранты автоматически проходят по видам штуколобрационизма, ни в коей степени. Абсолютно, так сказать, антисоветский дневник Шапориной, вот там и вот не настолько нет, значит, мысли, да, что, а вот пришли бы немцы, и как-то там, наоборот, да, или Аркадий Маньков, который, даже у него там мысли проскальзывают в его дневнике, это есть все в поступительной статье анализ этих вещей, проскальзывает мысль о том, что неплохо бы нам было проиграть войну, по аналогии с Крымской войной, да, но в годы войны он служит офицером, в ПВО, в ПВО, где-то там еще, совершенно нормальный советский офицер. Это вещи не всегда одно в другое перетекающие, и в этом сложность изучения. Тут вообще, как в любой, вообще в человеческой истории, тут нет прямых зависимостей, да, это не физика. В этом и интерес нашей работы. О различных типах коллаборационизма, но об этом есть в уступительной статье, как раз здесь и говорится, тут еще ссылают на Карла Берхофа, автора замечательной книжки «Харвестов Диспея», «Урожай отчаяния» в Украине в 1941-1943 годах, он вообще принципиально отказался от использования терминок коллаборационизм, применительно к людям, жившим на оккупированной территории. Юридически, технически, мужик, сеявший хлеб, собиравший урожай, отдававший часть уединенного лога немцам, коллаборациониста. Но коллаборационизм несет сюда, есть такое скрытое, не скрытое, открытое, представляет, что это предатель, да, но этот мужик, который, он не может жить по-другому, или рабочий на заводе, или сантехник, понятно, что это квасиколлаборационист, это так называемый бытовой коллаборационизм, и это то явление, которое было очень широко распространено, было неизбежно. Это люди наемного труда. Это понятно. Есть типологизация, конечно, есть военно-политический коллаборационизм, это вот тот миллион с лишним советских людей, которые служили в германских вооруженных формированиях разного рода, и хивии, собственно, в боевых частях, так, и вот среди этому коллаборационизму, военно-политическому, наибольшее внимание уделяется в литературе. Можно привести еще другие какие-то вещи, но вот идейный коллаборационизм на советской почве, он как раз практически не изучен. Мне, во всяком случае, неизвестна, какие-либо серьезные работы на этот фильм. Так, есть работы по Франции, разумеется, но там целая когорта была, литераторов и так далее, некоторые из которых были расстреляны. Просто записание. Да, вот в журнале «Российская история», представители которых здесь присутствуют, будет четвертым номером публикация под названием «Предпочитаю убийство Муссолини, как не ловали». Это ваш покорный слуга опубликовал полемику по поводу коллаборационизма Маклакова и Алданова в 1948 году. И там вообще, что такое коллаборационизм? Ну вот, любопытно было бы сравнить, это вот речь идет о французской почве. Итак, ну, я, вот Александр Юрьевич поставил целый ряд задач перед нами, я так понял, да? Формулировал, надо делать то, то и то. Ну, мы будем стараться, что я могу сказать, да? Вот, пожалуйста, я тебя пресекаю. Все, пожалуйста, все, что угодно. А вопрос можно? Вы свободно обадуали. Правильно ли я понял, что в том, что касается дневника Осиповой, авторы выражают сомнения в аутентичности жанра, на самом деле, что, может быть, это и не дневник вовсе, а позднее... Вот я так заглянул в комментарий, мне показалось, что вы сами не уверены в том, что это дневник. Что значит не уверены? Уверены, что нет дневник. А, даже так, да? Значит, ну, это чай написано вашим покорным слугой, и я, значит, не могу не привести этот, я бы сказал так, источниковический этюд, потому что очень красиво получилось. Вот в том... Я принадлежу в той педигоре людей, которые вообще... непрерывно читают всякую Белиберду. Вот увидел, ну, что-то он не может не читать, вот увидел, что-то и читает. Среди этой Белиберды, когда-то прочитанной, ну, это не совсем Белиберда, тем не менее, были воспоминания Веры Панова. Во! Конечно, у меня в голове есть... Вера, которая не просто жила в Пушкине, а жила в одном доме с Поляковым. И она понятия не имеет, что с ними стало дальше, с этими Поляковым. Понятия не имеет. Значит, здесь... Почему я это вспомнил? Вот, напоминаю, какая-то средская писательница. Средская писательница, думаю, ну, где-то, ну, что-то у меня вот тут, вот тут Панова, конечно. А вот Татьяна Львова, значит, любезно слечила, значит, тексты, да? И получилась, вообще, нашла вот эти фрагменты у, значит, Пановой. Поразительная вещь, она описывает эти сбыты и так далее. И там есть такой замечательный момент. У... Усипова, она же Полякова, да? Есть такой момент, когда она описывает историю с ковром. Огромный ковер, который не случайно множил сарай каком-то, и который, значит, как она считала, принадлежал Алексею Толстому, укравшему этот ковер в каком-то, значит, церковосельском дворце. И, значит, она решает его продать. А муж ее, значит, интеллигент, говорит, ну как же, как же мы можем украсть ковер там, продать? Да я с тобой разведусь, ты вообще сумасшедший, потому что там и так далее. Целая история, ковер там, в общем, какому-то, значит, там, якобы, сыну там с какого-то русского генерала немецкого происхождения продают теперь, ну и так далее. Это, значит, декабрь 41-го года. И ровно ту же историю мы читаем у Пановой. Она пишет, что приходят эти полиповы тщедушные и каким-то образом притаскивают гигантский ковер, как они его принесли и даже назначают за него цену. Потом, значит, появляется какой-то немец. Там про сына русского генерала ничего не говорится. Немец, который сначала к нему залез в лес в окно и почему-то украл Роман Горького мать. Она пишет, ну это вообще фантасмоголия, это вообще понять вообще нельзя. Потом, значит, этот немец как-то этот, в общем, покупают у них, я уж не помню, то ли этот немец, то ли там повар, который, нет, повар, потому что другое, там покупает ковер и так далее. Подтверждает, да, все подтверждается. Есть такой пикантный момент. Панова вместе с дочерью, первый муж Пановой был еврей, дочь была полуеврейка и, видимо, она боялась, что, не видимо, она боялась, что немцы просто убьют ее дочь, поэтому Пуша как-то она, видимо, типа, похоже, антропологически, больше на папу, чем на маму, и она ушла из Пушкина, и потом, кстати, пряталась на Украине, как ни странно, где там, в селе. И, кстати, ничего за это не было, более того, она получила кучу сталинских премий после войны. Какие неприятности по возвращению были. Ну, тем не менее, по сравнению, с тремя, остальскими премиями это были мелочи житиями. И Панова ушла в октябре. У Осипова стоит дата Дневникия. Значит, Панова не могла знать о событиях, происходящих в декабре. Значит, вот этот ковер, его обнаружение и продажа происходит в октябре. В чем принципиальная разница? В октябре голодно, но не смертельно. В декабре это смертельный голод. И в декабре уже можно украсть ковер, и как бы это не стыдно. А в октябре еще нет. И она просто сдвигает даты. Так? Значит, в основе лежат какие-то записи, да? Это очевидно. Но совершенно также очевидно, что они подверглись литературной обработке после войны. Кроме того, все-таки много дневников я в своей жизни прочитал, это чересчур литература. Это уже на уровне, так сказать, уже такой филологической ощущения, неких эстетических. Вот эти вот вещи. То есть, поэтому я говорю, что это произведение в форме дневника, но наш новый дневник о записи. Потому что там есть такие детали и нюансы. Ну там, со смерти Беляева, его там, у него хоронят раньше, и Александр Беляев жил, там так, в Пушкин, много там интересных людей жило. Там Иванов Разумник, там они там все ждут, когда немцы возьмут Ленинград, между прочим, и там бутылка шампанского, которую они собираются распить, когда это произойдет, и так далее. То есть, там много всяких таких вот, значит, нюансов. И поэтому я пришел к выводу, что этот дневник на самом деле существовал, но он очень серьезно редактирован после войны. И он выстроен, там определенная конструкция. Так? И к вопросу о том, что, ой, значит, какие-нибудь это плохие, конечно пишут, что наши военкомы никогда бы не счастливы с сумасшедшим старого профессора, который собирает книги, чтобы они не погибли. Но в 44-м году она пишет, что, как ни ужасно немцам, мы все равно пойдем с ней, большевики хуже. В 44-м году после всего она все равно это пишет. И я не знаю, куда это написано. На самом деле, в 44-м году или тогда, когда она готовила дневник к печати. Он был готов к печати уже в конце. Он вышел вот в сокращенном виде и цензированном. Там выброшено то, что касается евреев, еще что-то там, еще какие-то нюансы выброшены. Он вышел в 54-м году, но был готов гораздо раньше. Вот ее дартсовная надпись Байдалакова, нам вот лидером НТС, она относится, по-моему, к 31-м году, к 49-му году. Так что это вот свежий материал. Ну вот, я прошу прощения, что я это скажу. Но это красивая история, мне кажется, с этим вот ковром. А можно тогда тоже вопрос? Пожалуйста. Я про книжку не читал, может быть, я бы получил ответ на нее. А освещен ли у вас сюжет с Роной и Локатской Республикой? Если нет, то какие... Это просто не входит в задачу. Это в Сауд Самарина есть, по-моему. Нет, нет, есть, мы это не анализируем. Об этом пишет Самарин, он пишет там о Каминском, в том числе, и так далее, об этой истории. специально мы это не анализировали. Вообще, анализ вот в этой статье вступил, не знаю, по-моему, три печатных представления, сколько там... Ну, в общем, большая статья, там преимущественно посвящена анализами на идейного коллаборационизма. Именно идейного. Ну, в каком-то смысле Локатская Республика тоже некая идея, но немножко по другой части. Можно попутно задать вопрос? Он меня давно волнует. А как вообще ухитрилась эта Локатская Республика существовать вот на таких административных автономных началах? Почему это произошло? Со санкциением соглашения. Почему это? Это эксперимент. Это эксперимент был, да? Это был эксперимент, и это было довольно... Это было в 8 районов, по-моему. 8 районов Брянской и Орловской области. Надо сказать, что население там в общем эту местную власть весьма поддерживало, активно боролось с партизанами. удивительные вот вещи бывают. За год или за два до этой книжки, за год, я напечатал дневник сержанта Бориса Комского, который так же получилось. Он после ранения был ранен во время Курской битвы. Он вел там команду выздоровевающих. Тоже поразительные вещи. Люди идут из госпиталя пешком уже дотел до своей части. И месяц идут. Месяц, чтобы попасть в это самое в этом формировании и кормятся там где-то на подножном корму. И он записывает рассказы о том, как орловские мужички ходили на партизан. Что-то я говорю, смотрю, где? Локоть. Он понятия не имеет. Это не о республике, ничего. Он просто записывает то, что это рассказы и так далее. Есть замечательный мемуар Локотьевской республики. Кого вылетела фамилия? Кто-то из наших художников авангардистов. Детство его прошло в этом самом Локте во времена Каменского. Такой острый глаз. В это время, да. Он уже такой подросток. Да, был такой эксперимент. Забыл фамилия. Простите, еще маленькое уточнение, что этот эксперимент был санкцией германского военного армейского командования, а не партийных органов той же национал-социалистической партии или там СС и прочее исключительно армейские. Но это было все время противоречие. Военные начали брать этих самых хиви по сути нелегально без санкции политических властей пошел. Представьте себе 800 тысяч хиви между прочим это высвободившиеся 800 тысяч немецких солдат для боевых действий. К вопросу что такое коллаборационизы. Вообще без сотрудничества местного населения поцелевный режим невозможен в принципе ни в какой стране. И во всех странах коллаборационистов более чем хватало. Более чем хватало это вообще такой общеевропейский феномен но о европейском коллаборационизме существует горе литературы. А о коллаборационизме здесь по понятным причинам просто или не было или то что пошло потом это или апология там или это пересказ документов ФСБ которые для другой цели составляются. Это вот две такие категории большие. Серьезного изучения коллаборационизма как-то очень плохо просматривается пока что я бы сказал. Разрешите еще если представиться могу я доцент кафедры истории России новейшего времени российского государства гуманитарного университета Чичирюкин Мейнгар Владимир Григорьевич лет 15 по-моему тому назад была передача по-моему радиостанции Свободы посвященной как раз и Дню Победы и недавно вернувшемуся в Россию Александру Исаевичу Солженицыну и по-моему СЛС на него писали что говорили тогда в этой радиопередаче что говоря о проблеме русского или российского коллаборационизма нельзя забывать такую очевидную вещь на 1941 год ну где-то может быть не треть ну где-то около третье население СССР это были бывшие подданные бывшей Российской империи то есть люди которые хорошо помнили какая была жизнь до 1917 года кроме того когда немцы в 1941 1942 годах заняли те же территории которые они занимали соответственно в 1918 году по условиям так называемого Брестского мира в данном случае они вот эти вот предпочитаю вот такой вот жест условиям Брестского мира там же жили опять-таки люди которые помнили 1918 год и помнили что когда пришли немцы то там установилась нормальная жизнь по сравнению с советскими экспериментами другое дело что люди которые ждали прихода немцев они очевидно действительно не верили что немцы теперь уже другие впитавшие в себя пропаганду национал-социализма и отсюда происходят те трагедии о которых вы говорили такое действительно имело место быть а масса свидетельств есть естественно и о той оккупации которая была в 1918 году и опять же наверняка те же самые жители Псковской губернии те же самые киевляне могли помнить о том что именно в 1918 году санкции германских властей стали формировать русские антисоветские армии северную в Пскове и южную в Киеве наверное тоже в общем-то имело какое-то основание это не не трудно с ним не согласиться пожалуйста вопрос можно пожалуйста вот корпоративизм это же явление где есть и две стороны которые сотрудничают между собой а вот ваши книги не как-то упоминается какие были методы германской администрации как это сотрудничало именно итальянская венгерская а есть разница нет вы знаете но это не монография которая посвящена феномену коллабораций в целом значит это публикация двух текстов и это вступительная статья в которой анализируется феномен идейного коллабораций и не не более того да то есть дается некий общий очерк но нет вот этой детализации что касается германской политики по отношению к населению оккупированной территории но на эту тему как раз именно германской политики существует серьезная литература еще вот Александр Далин на основании колоссального объема и германских документов и свидетельств и ДП оказавшихся вот вынужденной второй миграции он написал самую германскую власть в России до сих пор непревзойденную книгу по охвату материала но есть некоторые другие касающиеся изучения книга Тева Шульте тоже в окку немецко-опационной политики и так далее касающиеся как раз того как Германия строила эту самую капотационную политику и каким образом взаимодействовало с населением поначалу никак не собирались взаимодействовать но потом как-то кроме плакатов Гитлер-Освободитель на самом деле была идея просто мы знаем это не большевистская пропаганда это святая правда собирались эксплуатировать территории и это население и всячески добиваться его сокращения в чем самые разные способы от допустим запрета пытались добиться депопуляции городов запрета торговли в городах и подвоза туда продовольствия христианами до например бесплатной раздачи противозащитных средств было и такое то есть тем чтобы население как-то не сокращалось или не росло была такая вот если позволите просто коллеги для справки по-моему в прошлом году вышел большой толстый сборник воспоминаний называется под немцами это воспоминание как раз людей которые жили при немецкой оккупации но что самое интересное там есть воспоминания кого-то из жителей Одессы и там очень четко просматривается вот эта вот линия румыны исходили из того что эта земля это земля румынская и поэтому мы идем не как завоеватели а мы идем как освободители и соответственно к бывшим советским гражданам надо относиться как к нашим потенциальным согражданам и вот это было очень резкое отличие румынской политики оккупационной от германской спасибо за комментарии я открою маленький секрет следующая книга нашего центра название рабочее будет называться Одесса в годы оккупации 1941-1944 год и там будет три текста два небольших один большой из того же Бахметьевского архива Колумбийского университета из той же так сказать заначки материалов программы по изучению СССР но книжка будет не очень большая так по нашим оценкам листов примерно 13 печатных ну чрезвычайно любопытно и конечно румынская оккупация это другая история отчасти другая история нежели немецкая и Одесса по отзывам практически всех людей того времени это был какой-то оазис удивительный совершенно город где население в смысле питание жило лучше чем в Берлине писал один современник надо только несколько городов в Европе вы можете пойти в лавку купить что вы там хотите вечером сходить в оперный театр и так далее и тому подобное и это действительно так по количеству театров открывшихся вновь и тому подобное по количеству газет и прочее Одесса представляла конечно нечто совершенно удивительное что опять же не отменяет того что это был оккупированный город и то что в Одессе это место одного из самых массовых убийств евреев на территории и румынах ведь там же сделали ровно то же самое что в Киеве взорвали административные здания когда их узнали румыны а первая реакция Бабияль было прямое следствие им все равно уничтожили евреев но это не так было прямое следствие взрыва на Хрещатике и вина естественно была естественна для нацистов была возложена на еврея вот это произошло то же самое взорвали здание НКВД бывшего где располагался румынский штаб и где с точки зрения так сказать диверсионной идеальной операции заложили мощные фугасы когда румыны здание правильно рассчитали что это здание оно очень удобно там в центре города и со всеми приспособлениями там был значит румынский штаб и привели в действие это был радиоуправляемый фугас из Севастополя сигнал послал и румынский штаб залетел на воздух там было больше сотни убитых и раненых включая там генерала командующего коменданта значит Одессу и так далее в ответ в ответ опять же да в ответ румыны расстреляли максимальное количество евреев которые смогли некоторые сожгли заживо в таких барах на краю города в складах куда их загнать сейчас все достаточно хорошо описано более того это было уже описано в документах опубликованных об Одессе в период Великой Отечественной войны трехтомник 49-й год вот вам в разгар кампании борьбы с космополитизмом опубликованы были документы о Холокосте правда с одним нюансом там советские люди потому что это евреи не сказано но в общем было более менее понятно вот такие вещи прошу прощения что я как-то много говорю гораздо интереснее пожалуйста коллеги мы сюда пришли послушать в основном что вы думаете о книге даже если вы ее не считали а нам это вас безумно интересно послушать потому что вы расширяете тему как бы это же крайне все нетривиально что мы получаем впервые объективную историю второй дуровой войны ну объективная история это плохо сочетаемый я имею ввиду в которой не присутствуют уж такие наглые злобные идеологические интенции как в том что мы имели неважно с какой стороны мы исследуем так сказать завету доброму застарика ранки мы пытаемся понять как было дело ну пытаемся почему дело обстало таким образом но в этом случае конечно в числе прочего введение или ввод в исторический научный оборот документов это чрезвычайно важная задача для коллаборационизма по случаю вроде бы даже по вашей термологии даже странно стоит вопрос почему потому что оказался по той сторону или нет ну мы анализируем здесь все-таки не коллаборационизм по случаю мы пытаемся понять тех людей которые в первый день когда это самое свершилось пришли немцы это цитата из дневника Осипова это 19 сентября 41 года немцы вошли в пушки а 22 она записывает что вот слава богу там началась война и почему конечно падает немецкий бомб но бомбы-то освободительные но там есть такие вот первые поразительные совершенно вот так что это сочетание как бы такой совершенно здравой критики советской власти под которой подписалось наверное тогда большинство действительно населения Советского Союза с какими-то вот такими временами безумными идеями психологически человек находится в таком воспаленном состоянии потому что вот реализуется мечта это все этот кошмар исчезнет люди которые помнили революционную Россию разумеется и вот шанс и поэтому появляются вот такие повторяю еще раз записи что бомбы-то освободительные а потом опять же разочарование в освободителях но все-таки они выбирают путь с немцами до конца а есть какие-то особенности все-таки советского коллаборационизма которые можно типологически сравнивать скажем с европейским коллаборационизмом известно что в Европе все-таки это были зонекотические страны где возникал коллаборационизм кроме Греции да а как может быть несколько иначе реагировали наши граждане советские граждане на включение в эту новую идейную систему они просто подчинялись они как-то перестали в нее потихоньку мало-помалу как все это происходило конкретно по вашему мнению можно ли говорить именно о типологии советского коллаборационизма известно что в Польше например военное формирование вполне вероятно боролись против немцев и одновременно другой рукой убивали евреев это была типологическая особенность именно польской ситуации что в нашей ситуации было интересным важным и отличным самое главное ну в Польше тоже было по-разному лучше самое ну видите ли типологически очень многое сходно в чем особенность вот коллаборационизма СССР вот потому что здесь был сегмент общества мы не знаем насколько он был велик мы можем только гадать сегмент общества который ожидал войны и надеялся на освобождение извне например трудно себе представить что маршал Петтен ждал захвата Франции значит немцами что это глава правительства правда так это трудно себе предположить и вон минерал власть вне ждал я думаю совершенно верно совершенно верно опирался на социальные совершенно верно особенность почему я говорю что это часть истории Советского общества это общество пронизанное вот такими внутренними противоречиями и общество часть которого рассматривает существующего власть как врага и вот какая-то часть этих людей готова сотрудничать с внешней силой для того чтобы решить внутренние российские задачи ну российские советские вообще надо иметь ввиду мы все время говорим о России о СССР как мононациональной стране надо вообще иметь ввиду что в каждом конкретном случае это все была совершенно прибалтийская ситуация украинская ситуация западно-белорусская там кавказская и так далее все это уникально по-своему и говорить о коллаборационной вообще не приходится конечно же и здесь мы все время оперируем кстати говоря как раз России как раз Россия наименее изучена это и есть наименее изучена наименее изучена да да и более всего написано конечно о Украине ну о чем угодно но о российской ситуации отчасти потому что все-таки меньше гораздо меньше территорий собственно российских и население Совета Российского было накоплено на территориях чем в других частях отчасти поэтому но пройдет другие причины так еще какие-то вопросы замечения Саша ты будешь говорить да конечно чтение этих документов поражает тем насколько эти документы с трудом можно интерпретировать потому что уже говорилось о том что о той пост так сказать постцензуре которая есть воспоминания о том что человеку не хочется все вспоминать но на мой взгляд здесь цензура проходит дважды даже если документ пишется прямо во времена оккупации даже если отпишется статья в газете даже если пишется пропагандистский текст все равно здесь проходит дважды цензура во-первых коллаборационист должен убедить себя в том что немцы несут с собой действительно какие-то преобразования так как на самом деле немцы как правило никаких преобразований с собой не несли в общем на оккупированных территориях оставалась и советская валюта и советские многие органы администрации те же оставались колхозы и поэтому ясно что всем сотрудникам пропагандистских изданий которым приходилось писать о благотворности немецкого влияния приходилось буквально выдумывать все и как показано в предисловии книги придумывать рассказы о благополучии жизни в Германии чтобы убеждать в том что это может быть на оккупированной территории хотя ясно что это благополучие не выходит за пределы Германии и описывает скорее некоторую социальную норму сложившуюся в общем-то еще до первой мировой войны опрятность немцев и так далее никакого отношения не имеет к реальности примерно точно так же как советский фасад который показывали иностранцам например приезжавшим по линии туриста не имел никакого отношения к жизни в СССР а вторично это происходит тогда когда те же самые люди должны видеть то что немцы ничего не делают начинают осмыслять реальность исходя из советских штампов меня поражает когда я читаю в том числе пропагандистские статьи насколько на самом деле они отражают даже не столько национал-социалистическую идеологию сколько некие паттерны большевистской идеологии например представление о враге как о предельно всемогущей власти скажем особенность антисемитизма допустим коллаборационистов в сравнении с антисемитизмом собственно Геббис и ведомства Розенберга оказывается в том что значит что значит что евреи описываются не столько как агенты как это было положено в немецкой пропагандии то есть агенты капитала агенты там мирового влияния агенты некого заговора и так далее а описываются именно как и собственно и организаторы и исполнители так сказать и создатели так сказать мирового правительства и люди готовы создать так сказать эту власть что если евреям дать волю они начнут так сказать всех так сказать любой еврей может стать всемирным заговорщиком любой еврей может стать так сказать приором сиона и вот это поразительно что этот антисемитизм так сказать русских людей он действительно превышает во многом антисемитизм официальный официальной немецкой пропаганды. Это замечательно. Сейчас как раз в Фаланстере я посмотрел, переиздали книгу русского богослова Владимира Ильина, преподавателя Свято-Сергиевского института в Париже. Это, конечно, особый тип идейного коллаборационизма. Проректор этого института, автор книги Григорий Паламек и Приан Керн писал в своих записках, что сейчас, когда немцы, наконец, разгромят большевиков, писал в 1942 году, мы возродим наше богословие и наше истинное духовное образование. И вот Владимир Ильин, в частности, предлагал ведомству Розенберга, недавно, как раз, в вопросах философии опубликованы эти документы, такой проект книги, книга под названием, значит, Ницше, пророк, Розенберг, истинный наш вождь, и Гитлер как истинная мессия человека-бог. Ясно, что в немецкой пропаганде это невозможно, потому что это ясно, что там важен прежде всего прагматизм и идеология. Гитлера могут убить, но идеология должна остаться. Тогда как для русского человека, разумеется, важен культ личности, важные некие псевдорелигиозные импликации, Мельшковского уже вспоминали, в общем-то, позиции Владимира Ильина здесь оказываются примерно такими же. И он пишет о том, что он собирается написать книгу, которая закончится громоподобным Вагнеровским аккордом в честь трех пророков нового мира, Ницше, Розенберга и Гитлера, в честь этой истинной троицы, так сказать, спасения всего человечества. Ясно, что самоседшего Ницше немцы могли использовать прагматически, но вряд ли они считали бы его пророком или каким-то мессией. И вот важно, что русские люди, и это очень хорошо можно показать на текстах, как бы они не противостояли, скажем, сталинскому типу культа личности или как бы они не противостояли, скажем, дореволюционному, царскому типу пославления существующей власти, кождению существующей власти, все равно они могут осмыслять политику исключительно в этих категориях. Вождь и толпа, абсолютный враг, с которым нужно бороться и отдельные там воины, богатыри, рыцари, которые, в общем-то, которых прославляют примерно так же, как, допустим, большевики прославляют, скажем, террористов, то есть одиночки, которые выступают против некого всемирного зла, бросаются с бомбой, так сказать, на амбразуры. В общем-то, немцы именно так и описываются в этой пропаганде, что это тоже такие, в общем-то, матросовые, бросающиеся на амбразуры, там, и произрастающие, там, мировому сголу Руанглии, Америки, там, и мировому, там, всего. И, конечно, вот эти документы в этом смысле действительно сложны для интерпретации, действительно, они выглядят как нечто многослойное, именно дискурсивно-многослойное. Конечно, там заслуга составителя, конечно, что в комментарии распутываются вот эти вот именно дискурсивные сложности, вот эти вот системы вот этих вот самоумолчаний, самоцензуры. Спасибо. Теперь мы знаем, что мы распутали дискурсивные сложности. А? Не баран чихал, не баран чихал, да? Ну, можно тут одно примитение сделать. Все-таки, мне кажется, опять здесь есть некоторое такое спрямление истории, потому что, ну, во-первых, фашистская идеология, вождь и толпа, это просто системообразующая два столпа, да, вождь и толпа, и вся, собственно говоря, вся политика идеологическая, она построена была на противопоставлении этого вождя, потом партии, которая вот как бы ближе к вождю, и вот этой самой массы, пока не толпы, не толпы, да? Народ, правильно высказали. Фольк, собственно, это не толпа, это именно... Да, это народ, решенный вот на самом деле всякой самостоятельности, всякой вот такой, собственно, креативности. Нет, это чистый как бы субъект политики, вот этот фольк, там, как объясняли, скажем, прибалтийским немцам, что вы теряете свой хаймат, свою мнимую национальность, то вы становитесь частью фолька. Да, ну, вот именно просто как масса. Ну, да, но как советский народ, который может войти к всем, кто угодно. И второе, если все-таки смотреть на идеологию фашизма в период этого становления, не тогда, когда они были уже победители, и что им там заботятся о запугивании еврейской угрозы, они в это время уже об этом не думали, но когда они еще шли к власти, конечно, там были эти все мифы, и было не только мировое, мировое еврейство. Да, эти мифы были и оставались, и оставались эти мифы. В Дорштюрмере он просто постоянно поддерживался этот миф. Речь идет о том, что только русские коллаборационисты могли мыслить только в рамках этих ранних мифов, но не в рамках, собственно, прагматического проекта Третьего Рейха. Русские максималисты? Ну, как, если проект Франзея считать прагматическим? Прагматическим, да. Тумане должна была рухнуть в августе, там, 44-го года. Вот, что мы видели в 17 мгновениях, через несколько дней все кончится, а у них все работает и работает. Совершенно верно. Вот я только что прочел дневник маршала Еременко, телезусиально интересный, он там подробно описывает Моралско-Астравскую операцию, апрель 45-го года, вторая половина апреля 45-го года. И его войска, 4-й Украинский фронт, штурмуют укрепленный Моралско-Астравский. И идет война, как будто бы... Понимаете, что вот это будет продолжаться и продолжаться. Ну, немцы уже не те, конечно, и Красная Армия, главное, не та, и этот самый Еременко, что-то у вас авиация там как-то мало помогает, вот описывает подробнейшее сочетание там танковых, артиллерийских, там, авиации, все такое прочее. Уже Красная Армия воюет совсем по-другому, а немцы все равно упорнейшим образом обороняются, идет жесточайшая война, конец апреля 45-го года. Так что то, что это была прекрасная армия, в этом никто не сомневается. Бесспорно. Также, что касается событий 41-го года, ну, никакой там гениальной стратегии, конечно, не было. Ну, какая гениальная стратегия? Это была невиданная военная катастрофа в истории русской армии за этот период 26-го. Да, это я... Предвоенная армия просто перестала существовать. И тут, ну, тут целый ряд факторов. Понимаете? Ну, во-первых, мы как-то вот... как-то об этом стесняемся, что ли, говорить. Россия вступит большая страна, слава Богу. Франция или там Голландия уже кончилась давно, да? Россия все не кончалась, это во-первых. Так, и немецкая разведка, знаменитая, хваленая, но она, например, на меруточку не учла миллион красноармейцев. Просто, ну, неправильно посчитали. Выяснилось, что у красноармейцев на миллион больше, да? И при всех этих гигантских котлах огромного количества пленных люди все-таки сражались, ну, просто феноменально в некоторых случаях. Иногда бежали, бросали, поднимали руки. Но не тот самый Гальдер, который на 12-й день войны, на 12-й день, написал в дневнике, что все, уже нет красной армии, война в точности выиграна за две недели. Он же, с некоторым даже ужасом, описывает, как ведется вообще война, что идут, значит, в атаку без артиллерийской подготовки волнами по 12-13 раз подряд. Мясорубка, страшное дело. Обратите внимание, идут. Идут. Идут, понимаете? Это вот тот феномен, с которым столкнулась Германская армия. Ну и, наконец, на счастье, что у нас был великий стратег Иосиф Виссарионович, а там был Адольф Алоизович, который в конце августа 1941 года принимает решение не наступать на Москву, а вернуть на Украину. Потому что Москва и так все равно. Красная армия уже не существует, она так упадет в руки, а надо идти вот брать ресурс. У того же Гальдера прекрасный источник, изданный в советское время. Просто вообще феноменально. Четыре тома, подробнейший дневник день за днем. Он пишет, что он пошел к Брауховичу и говорит, ну что, надо подавать в отставку. Все, компания 1941 года провалена. Ну и там они говорят, подавать не подавать. Ну что же, логика обычная, бюрократическая. Ну хорошо, мы уйдем в отставку, а лучше ли от этого будут. Они, значит, остаются. Вот и когда начинается немецкое наступление на Москву? 30 сентября. Месяц. Что такое месяц в России, да? Что такое наступление в октябре и так далее. И вот такие, тут много всяких различных обстоятельств. Ну говорили, что была выработана гениальная стратегия контрадействия. Ну это, ну это какие-то. Все это хорошо и подробно описано. И потом, надо вообще понимать, какой ценой, почему вот это все давалось такой ценой. Ведь существует гигантский миф, да? Значит, о... Ну, индустрияция бесспорно не миф. Я хочу, чтобы они правильно понимали. Но надо понимать, какого уровня была советская военная промышленность. И что какие-то вещи делались очень хорошо. Артиллерия, скажем, да? Или танк Т-34, который был не только прост в эксплуатации и надежен, но и очень дешев в производстве. Но когда дело доходит до авиации, про то тут есть Парис Юрьевич, который знает... Но по официальным советским данным, значит, советская авиация потеряла за годы войны 88 тысяч самолетов. Из них 43 тысячи боевые потери, а 45 тысячи не боевые. Не боевые. Там даже больше, до 60 тысяч. Что это? Ну, вот то, что я не выхожу за пределы официальной этой самой нашей гриф-секретности снят. Аварии, аварии, списания там и так далее. Это вот надо понимать. Еще вот такое, чтобы... Значит, вот вы представляли, да? Какие... Вот наш главный ас, да? Это покрышка. Но считается, что Кожи Дугас бил больше самолета. У нас летал с 23-го года. Другая уже война, да? А не... Значит, покрышки на его знаменитой эскадрилье, он был трижды героем, там были в основном дважды герои там, или просто герои Советского Союза, они на чем летали? На Кубрах. На Американских Аэрокубрах. На Аэрокубрах. Значит, и что любопытно, он сбил 59 самолетов, из них 48, когда он летал на Аэрокубрах. Значит, в мемуарах, в серии военной мемуары «Небо войны», вышедшие в советское время, там не существует. Ни слова нет, на каком самолете он летал. Какого-то нет. Ну что? Есть. Нету, нету. Это в другом издании. Это в другом издании. Другая мемуарная книжка. В 70-х годах, небо войны. Значит, вот я читал две мемуарные книжки, вышедшие в одной книжке ни слова нет. В другом есть. Ну как там написано? Значит, там написано, что Аэрокубра – это очень капризный самолет. Что вон там очень сложное употребление, там такие вещи, да? Что один пилот разбился при приемке, значит, в Иране. Я могу, тоже человеческая память, я не претендую на истину. Значит, там есть такой замечательный момент. Он приезжает и вызывает в 1943 году в Москву. Потому что Яковлев и Лавочкин, они создали новые истребители. И Покрышкин, значит, описывает, как замечательные машины. Правда, один конструктор хороший, Лавочкин, в смысле, как человека. А другой Яковлев какой-то такой, заносчивый и так далее. И машины замечательные. И полное впечатление, что он пересел или на Лавочкина, или на Яковлева, да? Ничего подобного. В той советской книжке, что у меня, там, я вот сейчас вспоминаю, там даже описывается, что он какое-то время не летал, именно потому, что ждал, когда придут новые аэрокобры. Просто, Бог, это мировой не стоит. Нет, нет, там как-то даже проговорят, что он не хотел летать на других самолетах. Просто ждал аэрокобры на себе. Я не беру спорить, но у меня так отложилась память. Я прочел подряд две его книжки. Вот одна в серии военные мемуары, другая не в серии военные мемуары. Вот в серии военных мемуары, во всяком случае, там или вовсе не было, или было общественным меньше вспоминаний, да? Но это, кажется, совсем не в тему. Да, не в тему, да. Ну, интересный сюжет. Нет, ну, уже была теория, значит, не, к сожалению, не считал эту теорию Нефёдова, а там всяких таких вот вещах. Конечно, по ходу войны стали воевать лучше, о чем речь. Но, к сожалению, учились-то на крови. И вот... Ладно, не буду вдаваться уже. Это можно говорить бесконечно. Офицеров потери были свыше двух миллионов человек. Офицерский состав. Понимаете? На начало войны 56% офицерского состава, командного офицера появляется в... Было легитимизировано, скажем так, с 1943 года фактически. 56% имели среднее специальное военное образование, 7% – высшее специальное военное образование. Это запланированная катастрофа. Да? Это на начало войны. И значительная часть этих людей погибла или упала в плен в первые же месяцы войны. То есть шел новый, 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 постоянный вот этот вот набор. Офицерские курсы четырех-шестимесячные. И вперед. Вот такая... Человек со среднего образования, с неполным среднего образования, уже был кандидат в офицерское училище. С полным – это даже без вопросов. Так что вот так это происходило. И много чего. Много чего происходило. Есть над чем работать, короче говоря. Есть над чем работать. ОфицерAя, те Impact. Для вас это виды легкога. Где-то. Меня arc.